Важнейшая тема, потому что это продолжение уже нескольких вебинаров. На вебинаре вы говорили о том, что почва у вас очень бедная. Вот это важнейший момент, ребята, потому что у меня на бедной почве такое растёт! Сами видели. В сугренах с большим содержанием песка. Да, у нас грязь редко бывает, даже после граждан. При этом абрикосы вырастают за сезон до двух с половиной-трех метров. Ну, я называл крайний случай. Обычно где-то так, полтора-два. Это если ещё при этом дождь хороший. Когда бывали дикие засухи по месяцу полтора, ну, вырастали до метра, до полутора. Ну, немножко это. Я приводил пример крайний. Какие возможности у них? Допустим, даже если не калечит тот же самый Воронеж или там Псков. Вот там ещё быстрее или это длиннее. Подскажите, такой сугренок у вас доходит до самой готовой воды? Или там глубже начинаются камни, щебень, щебень или что-то другое. Знаю, что вы копали колодец на шесть метров. Я копал два колодца и я копал этот котловат. Так вот, я взял специально несколько снимков, характерных для разных местностей. Я хочу, чтобы вы имели понятие, как всё просто и как всё с этим надо считаться. Вот это вот где-то или это отложение от бывшего русла реки, правильно? Видите, кругом эти. Вот. А фотографии с интернета я брал характерные. Или это как у нас, где у нас гравильные заводы процветают, дно бывшего моря. У нас в основном вот такая вот почва есть. Даже я вообще почвы нет. Вот. Это один край. Вот он, гравий. Теперь. Вот такой примерно у меня. То есть, вы спросили, я ответил. Примерно. Я это с интернета подобрал. То есть, идёт верхний слой. Это назовём гумус. Так, вот здесь вот, кстати, образовывается сверху. Вот. Дальше у меня идёт. Это глина, но ещё не глина, не самая глинистая глина. Самая глинистая глина, вот она ещё. Вот. Это разные эпохи. И вот тут у меня начинается вода на как раз, как она складывала, вне 6 метров. Вот. Вот так у меня. Казалось бы, на чём они растут, зараза? Вот. Я сегодня проезжал, я забыл сделать фотографии издаля горы. На сплошных голых камнях растут огромные сосны и берёзы. На голых камнях я вот, поэтому все вот эти потуги улучшать почву я считаю глупыми, потому что я ещё 35 лет не улучшаю, а урожай-то не падают. Помните, кашу оставляю, траву оставляю эту, оставляю листья опавшие. Ну и где-то раз в несколько лет накопится там бочка с этим, с древеской заложью. Ну и раскидал её жменьками. Вот. Так символически. Вот это вот примерно вот такая вот. И ничего страшного не происходит. Теперь. А тут есть такой момент, он почти богословский, богоискательский. Я вот это выбрал из интернета. Процесс почвеобразования. Кто не верит Акучаеву? Акучаеву. Гению. Скорость от полметра до пол до сантиметров. То есть сантиметров в столетие, да. Я сам находил черепки, отдавал этим, как их зовут-то, археологам сам отдавал. Они рядом раскапывали могилы, старые могилы. Вот. Кстати, руки будем оборвать за это. Качинство так уж это нужны им. Но эти черепки я нашёл, когда копал фундамент подруг. Вот. И отдал им. Там получилось на глубине у меня полметра. Так что это было несколько тысяч назад. Вот как тут, видите. Вот как необходимо. А почему я говорю? Дело в том, что земля, хотя нам говорят, что гумус нарастал годами. Не даже миллионами, а четыре миллиардами, да. Вот. Я понимаю так, что вот это и есть бывший гумус. Вот. А так как наука это не считает так, по крайней мере, все утверждения, что это процесс выветривания скалы и так далее. То тогда, если права наука, тогда вот этот слойчик, вот этот слойчик, образовался, сами понимаете, несколько лет назад, значит тогда вспоминаем, когда землю, это самое, когда это по Библии земля появилась. Чувствуете, куда я кладу? Вот. А так неостороже написать. Ладно. Это отдельная тема, можно сказать, я вернусь к ней. Потому что у меня столько уже накопилось таких. А знаете, любая вещь, которая касается богоискательства, она спорная. Но она дает такую пищу уму, да, что если это, как один из моих ярких примеров. Если вот это вот не бывший гумус, то есть вот это не перешло сюда, а это выветривание пород, то получается из земля чего, там 5 или 10 тысяч лет назад, как появилась вообще. Земля имеется в виду это, жизнь на земле. Не более вспомнишь Библию. Вот. Ладно. Ну, ну, куда занесло меня опять, извините, ребята. Идём дальше. Так. Важнейший момент. Смотрите. Я, узнаете, это Андрей из Латвии. Привет, Андрей. Узнаете, что я собственный хутор. Я почему, я возвращаюсь. В прошлый раз на Карков. На Карков. На Карков. Вот. Меня должны можно убить жители двух этих самых улиц поселка Майна. Повторяю. Поселок Майна. Долг я годовал в центру садоводства всей Сибири. Не шучу. Но, да, уже на тот момент научное садоводство отстало лет на 100 на 200. Вот. Как начали сравнение, так так, как у нас полъёблочками чуть ли не кончили. И несъедобными сливами. И, в общем, поняли, да. И вот вдруг, а когда я заработал авторитет, я вам нужно подробно говорить, иначе не поймёте. Я могу сказать, да, нет, пошёл на фиг. Как в анекдоте. А кто обязан мне верить? Слушайте сюда. Значит, уже там появились эти самые абрикосы. Появились. Вот. Сливы. Видишь? Уже всё прекрасно. А Даня Край упирался в болото. Догадываетесь, да? А там ещё не росло. И вот я вам рассказал неделю назад об этом. На следующий день включая телевизор местный. Затопило подвалы. Вот в этих низменных местах. Какие? Чёрт-то абрикосы. Затопило подвалы. Причём без всякой на то внешней причины. Почему поднялись грунтовые воды? Не знает никто. Связь с Венесеем. Если бы Венесеем мы подняли, я бы понял. Я замечал такую колью. Венесеем поднимают, и грунтовые воды поднимаются. Мало того по всему. А здесь нет вот. Вот так аркало. Это, кстати, беда страшная. Люди остались без овощей, без картошки. Всё плавало. Это ужас. Вот. Какое всё-то с удовольствием. И вдруг оптимистическая трагедия. То есть здесь с одной стороны казалось бы, ну что тут можно вырастить? И вот когда это случилось, а вспомним Дальний Восток. Там затопило всё. То, что рассказывал Бродский, у меня волосы последней шевелились. Вот. Затопило всё. Всё плавало это. Какие огороды. Какие овощи. Вот. Цены из магазинов. Там рыбы, на которые должны бы это самое место удобрения использовать. Учитывая гигантское количество. Два раза подорожало. Хлеб. Это страшные цены. Всё. И вот эта беда, которая поразила людей. Там, конечно, безлюдие становится. Конечно, это потеряемо это. Но. Одной из причин. Там исчезли сады. И уже никогда не вернутся. Вот из-за этих вот, кто выше. Но. Смотрите. Приморья. Такая страшная беда. А росло же. У нас такие встречаются места. Встречаются. Вот. Теперь. Белоруссия. Сейчас мы к ней подойдём. Латвия. Вот она. Часть Украины. Белоруссия. Почему? Вспомните болото. По моему препятствия. Партизаны и прочее. Вот. Смотрите. Но. Картинки эти. Пока я показываю. Вот. Нашего друга из Латвии. Андрея. Вот. Смотрим. Одна. Идём дальше. А почему показываю. Не дыряю ещё. Казалось бы без надёга. Грядки плавают в воде. Четыре дня из семи идут дожди. А почему не без надёга. Ах. Лес видели. Под глинистая почва. Ещё. Видимо. Андрей. Я прав. Я не прав. Но там ещё много. Видели лес какой. Красавец. А здесь. Вот. Хотя. Честно говоря. При таких дождях. Такое. Ладно. Идём дальше. Сейчас мы разберём всё. Потому что это касается. Вот она. И эта панография. Вот уже растёт. Вот. Конечно. Холлы бы побольше Андрея. Ну. Раз в десять. Побольше бы. Такой же пологий. Но вот такой вот. Вот же дерево. Может расти. Значит это расти будет. Вот. Никакой без надёги нет. У вас же получился идеальный вариант по количеству выживших. Вот они. Это ваше. Это тоже ваше. Ну. Уже. Пожалуйста. Вот это шанс. А если представляете. Кто доктор Новых. Яму рыл. Рыл. Огромную. Выкопал. Посадил яму. Бортики сделал. Он хотя бы сказал что это. Там где близкие грунтовые воды. Или там где эти. Близкая. Ну где. Глина. И не пицца вода. Ну. Хоть бы я это сказал. А знаете почему он это не сказал. Знаете почему. Почему. Это фильм нужен. Рекламный фильм. На сайте. Покупайте. 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 И вот ещё пожалуйста. Это тоже Андрей. Теперь. Вот это Андрей. Ваше. 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 Письмо. Ещё раз. Почва у меня глинистая. На глубине 40 см. Начинается чистая глина. Ну в общем что я скажу. Вы рискнули. У вас пока всё получается. Вот. Ну тут трясяется. Ну тут трясяется. И. То есть. Пять саженцев из трехсот погибло. Остальное всё живо. Да ещё. Из абрикоса. Пельческая мишня. Ну куда лучше то уже. Вот. Другое дело. Уже замечания понятны. Холмики маловаты. Вот. Ну будем надеяться что это. А глинистая почва. Она ещё не глина. Она может кормить деревья. Вот. Ну это уже для чего. В принципе я немножко поторопил события. Вот посмотрите. Я ещё взял. Наверное. Подобрал. По вашему рассказу. Наверное у вас стоит вот это самое. Тонкий-тонский слой. Как это. Шоколада. Как говорит украинская шутка. Вот. Дальше. Глина. Ну можно сказать суглинок. Ну тяжёлый суглинок. А вот это уже скорее всего чистая глина. Вот на этом садить можно. Так что будем надеяться. Ну дядя Ваня уже все знают. Он стал знаменитым. Тем более. Знаете. Ботаться железом. Любой станет знаменитым. Вот. Ещё более знаменитым. Почему. Потому что это самое. Ну он ещё более знаменитым станет. Когда насчёт гибнуть. То что он это. Посмотрите. Я взял. Ещё. Так как он. Вот берём. Да. Видим. Я к этому ролику отношения не имею. Тут меня не вспоминают даже. Это. Он просто учил садить. Смотрим. Реакцию. Ну то есть учил убивать. Гноить. Понятно. Там 10 сантиметров вода. О подробности я говорю. Мне. Хорошее у вас видео. Человечное. Здорово. А вот. Вот. Вот эти человечества есть. Смерть деревьев называют. Смотрите. Вот это бедный морской волк. Привет дядя Ваня. У меня. Тоже крутой вода. Близко находится. Значит я. Неправильно сажали деревья. Ну тут правда. Видимо. Может не совсем русский. Так. Век живи. Век учись. Молодец. Пользуюсь вашим советом. Спасибо за правильное видео. Давай в том же духе. Но он пока продолжает. Видите. Он не стер. Это. Не уничтожил. Вот. Нормальное письмо. Читаем. В такую яму не саженцы сажать. А столбы замуровать только. Добавить цемента. Да. Там как раз. И опора под фонарь готова. Вода на 60 сантиметров. И 15-20 щебня. Серьезно? Харлику и березку только выращивать в таком месте. А не абрикосы. Потом плакать. Что абрикосы не растут. Да что абрикосы. Каждые два года можно сливы яблони сажать. Так что у тебя дядя Ваня происходит. Я ни при чем. Вот он. Автор. Вот. Я ни при чем дядя Ваня. Не знаю это. Вот. И знаете. Я сейчас про дядя Ваня скажу про все только. Большая большая компания. Вот. Я попытался найти хотя бы один случай. Вот видите. Что делают. Случай когда это было необходимо. Ну допустим. Действительно надо. Вот надо. Ну допустим. Ну допустим. Ну допустим. Ну да. Ну допустим. Ну допустим. Ну да. Альга.